что это лохотрон, я уверен на все 100% что это не лохотрон, что это правда давай заключим пари по скайпу, как хочешь встретимся, лично встретимся, перебьем руки будет независимый и я скажу, если я то есть доказывается, что это лохотрон, это обман то я себе беру нож и а если наоборот, то ты я думаю, как бы справедливо, у нас 100% уверенность каждый в своем, я лично на 100% я вот не знаю, ты ли и это касается всех мразей, которые там пишут я готов с каждым встретиться и заключить такой пари ну, я могу сказать всем привет, наверное, не ждали думали, сольюсь не дождетесь прежде чем начать, напомню чтобы перед тем, как смотреть этот выпуск обязательно посмотрели начало так как тут повторять не буду а вы тогда, возможно, ничего не поймете как я уже говорил, у меня несколько железных доказательств что это грубейший фейк любого из них было бы достаточно, чтобы поставить крест на этом мошеннике но я предоставлю все прямые и косвенные доказательства чтобы в этот груб был вбит не один гвоздь, а сразу пачка единственное, так как у меня не было подходящего инвертора под руками а такой фигурирует в этом уголовном деле то я немного пройдусь по похожему аналогу с Алиэкспресса вот типа такого смотрим, вот он якобы 500 ватт но на самом деле, как видим, ток нагрузки 0.35 220 на 0.35 получаем 70-80 ватт но на самом деле он и столько не тянет хорошо, если 40-50 ватт с него можно как-то вытянуть смотрим вот по трансформатору то же самое, голые транзисторы, хоть их и 4 схема двухтактная но это особо его не спасает тут можно вот как определить еще почему он не может выдать большую мощность так как если бы было 500 ватт то здесь бы гуляло около 40 ампер ну при 12 вольтах это же инвертор а 40 ампер тут да нет, это просто бы все подзарывалось даже в 10 раз меньше 4 ампера ну по 2 на транзистор здесь это недолго протянет особенно вот эти вот площадочки то есть использовать его можно 20-30 ватт ну 50 по максимуму в пиках все, что с него можно выжать ну а так как тот инвертор похожий инвертор стоял в той же лобуте которую вот вы сами видели мы еще будем об этом говорить дальше я еще толком не показал вот это я показал немножко другой преобразователь вот сейчас покажу точно такой который там опять в той же коробушке стоял но это тоже особо не важно единственное что замечу вот этот светодиодик он двойной если здесь посмотрим вот он вот его ножки вот управление то есть красно-зеленый здесь горит это тоже имеет значение остальное особо и не имеет значения вот теперь переходим к боксу которую я вам задал тест значит весь смысл этого теста какое ну вот вот разница одна и вторая ну по этот инвертор я специально его так положил что то так то так но дело не в нем вот посмотрите внимательно что с ним что с ним не так вот одно положение вот второе ну как не так там лежат два аккумулятора вот здесь нет а здесь лежат это сильно видно особенно когда не знаешь об этом это я так намек делаю начальный теперь идем дальше начнем с этого генератора с этой конструкции если все-таки верить этому аферисту то при одном киловатте выданной мощности если даже все катушки будут выдавать одновременно и постоянно некую мощность то каждая из них должна отдавать около 20 ватт ребята те кто профи ну вы меня конечно простите за то что я сейчас несу вы же понимаете мне надо как-то довести до ума плоским хомячкам вот тупо заявленный 1000 ватт делим на 55 катушек 11 линеек по 5 штук простейший подсчет дает если 10 вольт будет идти с катушек то должно быть ампера 2 с каждой это в идеале если 20 вольт то по 1 амперу про 20 сразу забыли так как позже я объясню почему да и 10 не потянут ну вот ладно предположим ну для хомячков дадим фору так сказать последний шанс входит 5 катушек за параллельным и вот по этим проводкам вот этим проводкам и вот по этим проводкам одновременно накидывают 100 ватт то есть 10 ампер при 10 вольтах ага 10 ампер по проводу 0,5 миллиметра и тоньше только алло гараж я же вам не зря в прошлой части про предохранитель рассказывал напомню провод менее 0,5 миллиметра при 10 амперах и более уже будет гореть так теперь уберите детей от экрана убрали? вашу мать даже по теории дебила верящих подобные магнитные генераторы для того чтобы ротор крутился и мог выдать эту халявную энергию с эфира или некого магического заряда его надо регулярно подталкивать то есть мы уже не можем снимать халяву с катушек постоянно нам надо время чтобы подать на них пинок для магнитов сколько времени на это дадим и затрат на эту энергию 50% ок а на пинок учитывать ничего не будем ну щедрее сегодня все равно доктор сказал морг ну раз 50% систем застоит значит чтобы получить 1 кВт надо уже не 10 ампер а 20 с катушек так ведь вот засада а теперь для полных дебилов вы где видели в генераторах чтобы с катушек шел постоянный ток и напряжение они что вешние батарейки да еще с плюсом и минусом да вот хера вам с катушек идет переменные и учитывая обратку 50% еще не совсем синусоида а какая-то херень провод же один и тот же и опять надо все пересчитывать и тупо увеличивать то есть по этим проводочкам уже надо будет пускать ток пусть даже импульсный более 40 ампер представляете 40 ампер вот по этим пускай он будет импульс никакой караднице для предохранителя как ему сгорать эй хомячки у вас котелок еще не закипел я уже даже стесняюсь спросить а как по-вашему в этой коробчонке можно незаметно разместить выпрямительные диоды которые бы без радиатора так невзначале выпрямляли нам десятки ампер с 11 запараллельных линеек и по 5 катушек вы же не забудьте что надо на каждую катушечку еще подавать некие управляющие импульсы по отдельности чтобы не просто толкали магниты а с умом у них там ведь свой ум есть правда бляд что я несу ради этого трэша народ мне же потом неделю придется карму свою отмаливать от этой шизы так ладно надо собраться раз подписался на лекцию для пациентов дурки вы же все понимаете что толкать магниты надо строго в определенные моменты времени и снимать халяву тоже в строго подведенное время а для этого что надо правильно датчики это кто сказал пациент с третьей палаты санитары демидрольчиков они типа эти датчики для ума для того чтобы плата управления под чутким руководством гениального программного обеспечения от самого крутого программиста слободяна кстати вы в курсе что он в прошлом программист сайты расписывал гений ведь это он же с платой управления трес и вещал что тут все от этого зависит так вот это управление как раб на галерах вовсю следит за датчиками и вычисляет чуткие мгновения посылает пинки на магниты и тут же ловит халяву раскидывая по диодам далее посылает на киловаттный инвертор что не верите вам же сказали киловатт и 4 вампусика наверное по 250 ватт озаряет вас божественным светом все точка ну чё оргазм получили эй хамячё вы чьё а если я вам скажу что там нет никаких датчиков и гениальнейшая система управления вообще не в курсе о происходящем внутри этого магнитного металлолома что снова не верите так что можно переменку выпрямить без диодов с 11 линии катушек верите что пропускать через монтажные провода диаметром менее 0,5 миллиметров токи более 40 ампер верите что абсолютно параллельными рядами магнитов по 5 штук можно управлять такими же параллельными рядами за параллельных катушек верите и что можно остановить прикосновением пальца раскрученные до 6000 оборотов двухкилограммовый маховик верите и запустить малейшим прикосновением тот же маховик с кучей магнитов от движения которого возникает такая мощность что оказывается достаточной для прохождения этого импульса энергии через всю устроенную магическую коробчонку этого набора радиодеталей чтобы блок управления стал адекватно управлять генератором тоже верите ах да я совсем забыл там же керамические подшипники это все оказывается решает ну и трудом ладно хватит уже самим телом якобы генератора мы разобрались пойдем к блоку управления прямо по проводам и пойдем видим эти провода как я уже говорил вот эти катушечки все запараллелены сказать что они соединены по следовательному тоже не скажешь так как напряжение от них должно быть низкое почему сейчас объясню но вот с этих рядов катушек по 5 штук запараллельных идут проводочки по 2 проводочка всего у нас получается 11 линеек и тут идет 13 двойных проводов 13 не 11 почему ну потому что видать все таки предусматривались какие то датчики или какие то запасные провода но потом это нахер не понадобилось опять почему тоже сейчас объясню и вот смотрим вот у нас это бобина вот у нас эти провода все 13 пар приходят на разъем разъем который вообще не приспособлен для питающих напряжений чисто сигнальный ну ладно хер с ним киловатт так киловатт как вам это все кстати тут стоят 20 миллиметров где то толщиной 20 и вот теперь смотрим вот у нас этот блок управления вот эти проводочки это немножко другой скрин прямо с сайтиком ну какая разница фейк то один вот такие же монтажные проводочки которые по 0.5 0.4 миллиметра где то самые обычные я вам показал обмотку одну вот они тут соединяются разъемчик этот на 15 пинов 7 с одной стороны 8 с другой стороны посчитали 15 штук тут 13 пар проводов поняли что нибудь 13 пар проводов 15 пинов ну то ладно значит считаем 13 и хотя бы один общий это уже будет 14 но у нас тут 15 ну ладно 15 так 15 так чтобы понять суть происходящего наверное разберем вот эту плату управления я тут нахватал скринов более-менее подходящих немножко пришлось подшаманить фотошоп маски поснимать вот типа вот так значит что себя представляет эта плата управления состоит она вот разъем который приходит с этого генератора с 15 пинов и что мы смотрим вот у нас тут 14 ключей это вот те полевички которые я вам показывал эти полевики ключи они работают до 1 ампера но это максимум а так у них рабочие где-то 0.5 0.6 ампера могут переключать все они как видим стоят вот такой вот полосочкой и если присмотримся здесь то можем увидеть что все выходы ключей идут вот на этот разъем тут не видно потому что здесь другая сторона а здесь хорошо видно вот 1 2 3 4 5 6 7 все идут на разъем и вот эти 7 тоже все пошли на разъем значит вот это у нас процессор типа ардуиновского от меговки вот это периферия параллельные порты вот эта микрушка обслуживает 7 выходов 7 ключей вот этих эта микрушка обслуживает 7 ключей вот этих ну это понятно тут здесь преобразователь напряжения так как здесь приходит с аккумуляторов некое питание я так предполагаю вольт 7 8 вот это преобразователь которому нужно подать на вот этот процессор и эту обвязку вольт 5 я не думаю что она на 3 3 вольта судя по обвязке здесь 5 вольт вот но вот эти вот периферийные микросхемы питаются от другого источника сейчас мы это определим вот эту мелочок я больше не буду она не имеет значения тут особого самое нас интересует вот это вот место значит вот параллельные порты которые управляются процессором и соответственно эти порты ключами значит затворы вот мы тут видим вот приходят вот первые вот посередине это затворы вот второй третий четвертый все они вот все 7 видно что они идут на эту микросхему и все остальных 7 тоже вот они все приходят на эту микросхему и также выходы этих полевиков приходят все 14 метр разъемчик а так как у нас всего 15 остается один какой-то питающий и вот этот питающий именно плюс питания идет на этот генератор вот он вот это тоненькая тоненькая очень тоненькая полосочка и что мы видим питание на генератор идет также и питание на эти интерфейсы тут общее питание что сюда что сюда поэтому я и говорю что здесь никак больше 10 вольт даже 9 8 вольт должно быть потому что этими кружки просто сгорят так как питание запараллелено какие последствия дальше будем обсуждать но это все еще ладно самое вот интересное тут я бы вообще не то что руки оторвал наверное и ноги вот тому разработчику в ту плату разрабатывал я вам не зря показывал тех блоков питания и вообще про разводочку вот смотрите что здесь творится вот эти ключи полевые они работают на землю то есть они вот эти вот сигнальные проводочки которые то ли идут то ли приходят на сенератор или сенератора не могу по-другому назвать вот они приходят на эти ключи или уходят но факт то что эти ключи замыкают при подаче на них на затворы какого-то напряжения они закорачивают на землю то есть работают по земле соответственно вот это у нас естественно питание ну еще почему естественно питание потому что вот эти микрушки они у них питающие ножки стандартные то есть 16 и 8 8 это земля то есть минус а 16 это плюс питающие а мы видим что по этому проводничку они приходят как раз на эти 16 ножки и сюда это тоже можно увидеть и здесь вот здесь вот видно что вот это вот то напряжение плюс вот оно здесь через эти переходные отверстия приходят сюда а вот это у нас как бы земля это вот же говорит руки бы я оторвал за такую землю и вот эта земля вот она вот тут тут вот эти две площадки вот они вот одна и вторая вот у нас тут эта микрушка одна вот у нас микрушка вторая стоит это кто не совсем все-таки может понять для меня это вообще я могу по этим блокам с закрытыми глазами ходить я их столько свое время поразводил собственными руками так вот смотрим вот это у нас земля вот это у нас питающая у вас нету вопросов у вас ничего там не зашевелилось на голове там не знаю где или вам вообще все равно вот хоть чуть-чуть вот мыслишка свое хоть ну я не знаю на какое-то мгновение на какую-то миллисекунду ну шевельните ну посмотрите что творится вот по этим проводочкам вот по этим проводочкам вот идет киловатт вы знаете что такое киловатт нет я после этого тоже не знаю что такое киловатт потому что вот это все полное бутафория вот эти ключики как я уже сказал меньше чем по амперу работают они рабочие у них 0.5 на самом деле и сейчас я объясню дальше почему им тут вообще делать особо нечего они здесь переключают всего где-то 100-200 миллиампер вот эти ключи и подают на этот хер банановый вот напряжение где-то 7-8 вольт на эти катушечки чтобы хоть как-то раскрутить этот магнитный маховичок теперь я вам заострял внимание вот на эти всякие проводочки вот смотрите вот тут процессор и вот эта периферия вот у них ножки между ножками шаг идет 1.25 миллиметра вот здесь 0.8 проводнички вот эти вот проводнички вот они если мы посмотрим они меньше чем 0.5 миллиметра толщиной шириной точнее вот ширина представьте земля вот этот земляной считается ну как по традиции вот этот земляной провод соединенный как бы последовательно то есть он идет последовательно фактически то есть ключи соединенные чрезвельные последовательно через 0.5 меньше тут где-то меньше 0.4 даже можно сказать 0 ну ладно пускай будет 0.5 миллиметра ширина проводничка а теперь я вам открою небольшой секрет который традиционно знают все те кто разрабатывают эти платы что толщина вот этой фольги которой покрыт этот стеклотекстолит 35 микрон это 0.0 35 миллиметра еще раз повторяю 0.0 35 миллиметра и 0.5 миллиметра ширина этих проводничков и вот этого тоже то есть питающее напряжение на магниты приходит через проводничок 0.5 миллиметра шириной и толщиной 35 микрон а теперь перемножьте это и посчитайте сколько это будет сечение провода это будет меньше чем 0.05 миллиметра квадратных а это значит что что даже если сюда подать пол ампера и 10 вольт это 5 ватт и дать больше например 1 ампер они просто подсгорают нахрен вот эти вот проводочки это питание на ваш генератор хренов и это не генератор это моторчик очень слабенький еле живущий еле шевелящийся моторчик который на самом деле не 6000 оборотов там даже 500 нету оборотов вот эта вся бутафория вот это весь процессор вот эта вся периферия она нахрен тут не нужны это все для замыливания глаз и это гениальное программное обеспечение которое сюда заложено она выполняет простейшие функции просто перебирает вот эти порты ключики просто напросто переключается последовательно и все и запускает этот моторчик хренов так чтобы он хоть как-то крутился теперь поняли что сюда попасть не может никакое силовое напряжение а больше все больше некуда негде здесь ничему деваться вы понимаете это или нет вы понимаете вот прочувствуйте всю эту засаду вот эту все нарванность наглость вот этот Андрюша на что он вот он показал это все вот он это от безнаказанности что ли или как да он конечно правильно сделал с одной стороны миллионы миллионы просмотров миллионы десятки миллионов они разошлись эти вот все видео вот вот с этой с этим с этой демонстрации этой фейковой они прошлись по всем территориям всей земли где только это сейчас не обсуждается на каких форумах на каких сайтах везде на ютубе на каких только каналах этого фейка нету куда не ткнешься вот попробуйте в поиск забить везде и вот эта вот фигня фигурирует везде люди это все видят никто ничего понять не может что это как это но все считают что оно работает это ж из этих десятков миллионов две трети минимум две трети тупых хомячков которые просто верят что оно все работает как оно может тут работать если здесь проводнички вот проводник вот вам плата вот он держит тоже вот посмотрите внимательно какие тонкие проводочки вот я вам уже сказал 1.25 миллиметра шаг между этими ножками вот здесь 0.8 миллиметра и вот эта толщина ножек она примерно соизмерима с толщиной вот этих проводничков а проводники все по тупому сделаны просто по тупому никто нормальный из конструкторов в жизни такого себе не позволит проводить землю вот такой шиной это же кусочек фольги тончайший кусочек фольги по нём ток идёт минимальный на нём ничего не запустишь если все вот эти вот ключи пооткрывать и пустить по ним 100 миллиампер по каждому это получится уже почти полтора ампера и это всё сразу нахрен выгорает то есть я вам говорю что вот этот процессор управляет тут здесь можно вообще просто поставить 555 таймер не кружка которая копейки стоит здесь поставить просто сдвиговые регистры и это будет всё то же самое вот это всё бутафория полная я мог бы полностью вам эту плату разложить до каждой детальки объяснить для чего каждый разъём для чего нужна вход выход я в этом разбираюсь всё исключительно для меня вот эта каждая деталь я знаю для чего она нужна но это нафиг не надо это всё бутафория пустота которая нахрен никому не нужна потому что здесь нету вообще ничего вы представьте себе на этот уже не генератор это просто движок магнитный двигатель с очень минимальным ходом вот он крутится там где-то 200-300 оборотов в минуту и достаточно чтобы вам замылить глаза и почему почему его запускают с руки потому что здесь тупо вот эти вот ключи перебираются и там вот по 100 200 миллиампер вот на эти магнитики что-то там прыгает по несколько вольт и этот маховик он тяжёлый так как он больше 2 килограмм весит он сдвинуться сам по себе не может его надо да слегка толкнуть чтобы он зашевелился а так как там же получается надо провести инициализацию процессор то этот должен хоть как-то отреагировать на начало потому что когда он раскручивается маховик этот идиотский ему надо сперва медленно подавать импульсы а потом быстрее 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 то есть провести инициализацию ускорения вот поэтому Андрюша всегда при том как начинает шевелить пальчиками раскручивать пальчиками маховик он что делает он там нажимает одну заветную кнопочку а зачем нахрен её нажимать если это на самом деле всё якобы реально то есть у вас есть да генератор вы его там с толчка запускаете он там даёт энергию и всё пошло покрутилось зачем что сбрасывать до этого если там нету питания как что процессорно разбросить потому что он сам по себе не знает что ему делать и при включении питания или при сбросе у него соответственно алгоритм заложен начало инициализации то есть он начинает раскручивать маховик ему даётся определённое время он его раскручивает и когда маховик раскручивается потихонечку потихонечку примерно это определяется по времени уже знают сколько надо его раскрутить по времени и всё и он уже на постоянку там 300-400 оборотов даёт в лучшем случае и уже потом можно да с аккумуляторов на инвертор через ключи не эти ключи там же есть ещё другие ключи если мы посмотрим этот бокс вот видите сюда приходит вот единственное где есть толстые провода это вот сюда вот они пришли вот на эти две площадки это единственные две площадки где на самом деле толсто всё как полагается разведено и вот они сюда припаяны вот сюда это самый толстый провода это и есть аккумулятор вот он пошёл и вот под эту крышечку которая винтиками закручивается всё всё остальное просто бутафория вот этот инвертор включается когда уже прошёл разгон инициализация разгона этого магнитного моторчика тогда уже и начинает на инвертор подавать там какие-то импульсы типа заморгали лампочки и уже потом пошла моща какая-то а сколько эти лампочки надо ну что думаете они по 5 ватт они вообще по 3 ватта вы посмотрите внимательно там по ролику когда оператор снимает видно что вот там верхний свет который с потолка идёт лампы дневного света вроде вот они как светят и когда загораются эти 4 лампочки как они светят там отражение стола видно что почти одинаковый свет то есть что с потолка там сколько метров 3 наверное да и прямо рядом лампочки стоят отражается почти то же самое то есть там лампочки светодиодные всего на 3 ватта не больше там 5 ваттов даже нет то есть это где-то 12 ну от силы 15 ватт нагрузка и где-то ватт 5 от силы 7 вот этот моторчик магнитный крутится и вам всем мылит глаза а так как я уже сказал что сам моторчик он сам не может раскрутиться из-за того что маховик слишком тяжелый на начальный импульс то поэтому он его слегка дергает пальчиками а потом останавливает пальчиками потому что на таких оборотах что его останавливать и когда там импульсы идут еле-еле живые теперь перетрем вот эту вот коробочку немного вот этот вот скрин сделан с видео которое было самое первое по поводу якобы киловаттного фейка как видите тот же самый бокс абсолютно тот же самый инвертор преобразователь один второй все то же самое но есть один нюансик о котором я вот обращал внимание видите светится зеленый светодиод а в этих преобразователях вот этот светодиод двойной красный зеленый как я говорил и вот когда нагрузки нет светится зеленый а когда нагрузка есть светится красный так вот сейчас просто сейчас не видно здесь вот уже нагрузка есть вот она подключена инвертор работает и сейчас там лямпочки правда там их две а не четыре светятся но нагрузки на инвертор вот только на инверторе нагрузка а на преобразователь нагрузки нет то есть опять это все чисто бутафория ну оно думалось видать что-то подключить посмотреть как-то но факт то что если мы смотрим уже те кадры которые была демонстрация с этим подставным иностранным оператором то мы видим что здесь уже ничего не светится то есть стоит преобразователь для вида для наполнения этой коробочки вот эта вся фигня но он не работает да и он нафиг не как его там ни крути ни верти он здесь нафиг для подставы не нужен вот и смотрим инвертор как видим здесь трансформатор вот этот вот как я уже вам объяснял что вот такой ферритовый трансформатор может потянуть там где-то 30 ватт кратковременно не больше то есть этот инвертор рассчитан на 20 30 ватт и вот смотрим со всех сторон как проводочки тут в принципе особо смысла смотреть нет вот два главных провода которые припаяны к плате управления и от которой все пляшет все остальное бутафория чистейшая вот чтобы показать рассказать прикрыть чтобы эта коробка не совсем пустая была мы вот видим что разъем стоит который от хера этого тут лишних проводов нигде не подключено то есть как вот идут эти вот 15 пинов как они на этот разъем приходят так они и по этой плате с 0.5 шириной проводников проходят по этим предохранителям вот еще тут нужно посмотреть все вот пожалуйста я тут кучу скринов наделал чтобы оценить обстановку вот это вот вот это бокс вот это все подключено знаете к чему вот к этому генератору вот этот бокс эти же монтажные обычные проводочки 0.5 0.4 миллиметра тот же разъемчик все абсолютно то же и тут провода но там был заявлен киловаттный генератор а здесь 10 ну ладно может быть 5 ну вероятно 10 но провода те же самые понимаете 0.5 миллиметра мы с вами считали уже что на тот фейковый киловаттный есть и по правде то на каждую катушку точнее с каждой катушки должно сколько там 20 40 ампер идти с каждой а тут при 10 киловаттах сколько должно идти 200 300 сколько но правда тут уже с каждой катушечки идет отдельная пара проводочков не так как в этом фейковом 1 киловаттном все было запараллельно и только два проводочка шли с 5 и идет с каждого вот можем лицезреть тут вот они все пошли 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 прям красота и возвращаемся к первому варианту так так вот это все для того чтобы вам замылить глазки на самом деле как я вам уже показал проводочки тоненькие приходят еще меньшие предохранители здесь на плате которые сгорают буквально полампера все это все присутствует ничего здесь такого нету инвертор работает чисто от аккумулятора к нему когда нужную плату управления через ключик подключает сам инвертор и инвертор выдает нам 220 на пару лампочек которые там потребляют 10-15 ватт все все остальное маскировкой вот ну это ладно я вам еще подготовил схемку для самых 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 хомячков сделать схемку делать мне нехрен рисовать такую туфту но пришлось набросал кто туго понимает где там какие проводники в платах идут вот вам схема но я так чувствовал условно потому что тот же процессор там тут на самом деле не так соединение ну какая разница это не имеет абсолютно значения вот вот нам главное вот вот это вот вот у нас аккумулятор ну 8 вольт будем считать вот у нас 16 ножка микросхемы одна вот 8 на землю вот у нас ключики полевички ну тоже 2 вместо 14 достаточно вот этот разъемчик 1 1 2 вот параллельно подключенные катушки 1 2 ну и тут вот от полевика через предохранитель 0,5 миллиметром вот у нас на эти катушки приходит то есть сами посмотрите внимательно вот земля вот плюс питание вот на эти катушки это плюс питание приходит и остальная часть коммутируется через вот эти полевики ключи то есть обратной связи как таковой нет датчиков как таковых нет найдите мне тут если все ключами забито все 14 ключей как мы видели подключены к этому разъему и только один вывод подключен питанию все больше ничего тут абсолютно никакой рекуперации энергии никакой обратки тут нет и быть не может тут некуда ей податься вообще чтобы вы тут не придумывали чтобы себе не фантазировали вот вот это вот такая вот схема больше ничего тут нет так что можете себе рисовать делать может получится что-нибудь прежде чем подытожить этого лохотронщика немножко вот вишенка на тортик Владимир Слободян эфирный генератор и другие технологии крутой перец сами читаете противно особенно тут и в конце патенты автора Слободян Андрей Владимирович там же Андрюша его тезка любовничек всем же распинается кругом что вот крутой изобретатель там у него куча огромнейшая патенты изобретения там ну перец перцовый смотрим все что нашли три каких-то патента генератора не вижу упор какой-то обогрев какой-то обогрев какой-то вихревой индукционный нагреватель все три патента а теперь разберем один из них который ближе всего как бы людскому восприятию вот патент это к области отопительной техники относится для обогрева помещения для чего это надо ну тут как всегда вечно там чтобы доказать значимость своего изобретения или патента надо обгадить какой-то другой прототип и на этом прототипе уже строить свои достоинства ну это мне знакомо у меня десятки изобретений и все остальное правда я уже давно не оформлял ничего мне нафиг не надо я ведь когда-то был самым активным молодым изобретателем республики у меня присвоено такое звание так к слову вот его патент что он значит то есть он обсирает обычные радиаторы там то что у них там то все пятое десятое вот читайте и он предлагает свою супер пупер систему что она делает то есть вовнутрь радиатора обычного вставляется вот такая поточная турбинка и вот здесь магниты эти магнитики крутят вентилятор через защиту соответственно какую-то и вот видите лопасти вот здесь целая конструкция вот здесь тоже магниты там внутри магниты вот этого радиатора внутри вот эта вот крыльчатка с магнитами и вот наружу она магнитным полем вращает этот вентилятор представляете уже этот дурдом вот этот идиотизм воспаленного воображения я уж не говорю о том что вот такие вещи вообще в совке они вообще под запретом должны быть так как даже вот у меня например менял батареи старые раньше они все были заварены в общую систему в магистраль ну естественно я когда там это все распилил все это раскрутил вот поставил туда шаровые краны ну чтобы все по науке было как в современных домах Парижа Лондона здесь радиаторов можно снять поставить только вот шаровые краны закрыл и все ага каждые теперь 2-3 года просто их надо постоянно менять они то начинают проливаться капать кто заклинивает их а все из-за чего потому что вода там внутри теплосистемы агрессивная там же присадки специальные от накипи это одно а второе она горячая вода а потом летом она застаивается там она же присутствует соответственно застаивается кристаллизируется там все это вот покрывается известью вот и все это замыкается и вот представьте себе такую систему крыльчатку внутри вот это вот вот она и вот она вот видите вот пошло 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 и вот тут крутится вертится прям турбиночка естественно ее заклинит через пару лет и вся эта конструкция нахрен будет впустую но вы себе представьте вот только вот представьте вот у вас спальня например там таких две батареи стоят вот у меня две батареи например спальни стоят в комнате три и вот там такие вентиляторы которые днями ночью крутятся гудят себе потихонечку днем ладно еще может это как-то незаметно но ночью представляете вот как бы не были тут идеальные подшипники тут же получается оста одна вот оно здесь все представляете вот эту конструкцию клетчатку вот это все это все должно так надежно крепиться чтобы нигде ничего не болталось нигде ничего не дребезжало а ведь это практически идеальный динамик ну так грубо и вот он будет тут давать постоянно как бы он медленно не крутился но он все равно будет шуметь шелестеть и гудеть а в конечном итоге когда-то это и вообще перейдет в такой скрежет страшный это пока еще сама вот эта вот конструкция вот это вообще не заткнется из-за накипи и вот это предлагается людям это кто-нибудь какой-нибудь идиот это сделает это нахрен никому не надо но патент можно под это получить это в жизни никому не пригодится не ну может быть где-то как-то кому-то вот узреет да там сделать себе такое для какого-то определенного случая но масштабах населения это вообще бессмысленная бесполезная штука там он же обгаживает что вот там радиаторы там ребра они там засоряются там пыль на них вот такую туфту гонит вот а он предлагает лучше да крыльчатку вот эту вот использовать чтобы она постоянно крутилась вот там внутри на себя волосы всякие мотала там вот тюль какую-то накручивала наверчила представляете вот это вот дурдом шерсть от животных там какая-то это все будет вот здесь вот на этой крыльчатке про шум я уже не говорю и вот это вот 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 наш великий изобретатель и патентовед три патента которые нахрен никому не впали и про магнитные двигатели здесь ни слова ни разу а что нам тиштановит шепчет по этому поводу ну зайдите у него там много чего говорит ладно перейдем к итогам ну что узнаете будущего мирового изобретателя покорителя вселенной ну а этот это все идем вот это чувырло посмотрите на него внимательно запомните увидите где сразу можете его на галеры вешать конечно можно было бы провести еще психоанализ этого интернету тырка но времени уже нет значит вот что у нас получилось как выходит на самом деле это никакой не магнитный генератор и двигатель а просто имитация небольшого движочка просто электродвижочек причем очень неэкономичный очень неинтересный и для повторения очень неприятный нахрен вам такой нужен за пару баксов можно купить гораздо лучше проще и достойнее обратки в нем конечно нет как я вам показал по схемам по всем но уже по моему тщательно так разжевал что дальше некуда мощности там вообще никакой нет так как по этим проводничкам только 100-200 миллиампер можно проводить больше но никак туда не потянет и вот эти гранаты это все для имитации это вот человек пытался что-то сделать у него ничего не вышло ну и решил хоть на этом сделать себе вот сейчас вот там на 40 миллионов долларов что-то там мутит это его дело конечно пока его за задницу не возьмут в консенчном итоге вот понадел вот это вот всякой туфты для того чтобы мылить глаза потому что надо какую-то активную деятельность проявить вот как вот видите вот тот же контроллер те же провода тоже все только бобина другая вот видите какие мощные вещи делает имитатор хренов так что ладно хватит на сегодня я думаю достаточно уже самых-самых ярых хомячков надеюсь убедил ну попробуйте меня хоть в чем-то где-то опровергнуть только именно в моих доводах они там не знаю может прицепитесь к чему-то какой-то херне это уже ваши проблемы к основе вот то что я вам рассказал и на чем основано доказательство фейка мирового значения все всем до свидания всем счастливо будьте здоровы не хворайтесь и не ведитесь на этих уродов не ведитесь тихо Андрюша тебе тоже привет веревку приготовил с мылом бывайте ребят и не Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok